Приветствую, друзья! Надеюсь, вы смотрели прекрасную колыбельную песню Симона Слепакова. Если не смотрели, обязательно посмотрите. Талантливо, смешно, даже если это смех сквозь слезы. Доходчиво. А главное, Симон Слепаков является значимым лицом для многих людей, которые не входят в обычную аудиторию демократической оппозиции. Казалось бы, против войны выступил талантливый, знаменитый, обладающий огромной аудиторией человек. У антивоенной оппозиции появился новый и влиятельный союзник. Я рад сообщить вам итоги работы последних лет. Результаты есть. Просто денег нет. Хорошего вам настроения. Но наряду с абсолютно понятной поддержкой в ленте появилось и много хейта в адрес Слепакова. Ему припомнили все. И работу на ТНТ, и контракты с Газпромом, и критику оппозиции, и не самую решительную позицию по поводу войны с Украиной. Претензии надо признать во многом справедливой. Тогда как относиться к тому, что долгое время поддерживающий власть публичный человек открыт, пусть и мягко, выступил против войны? Давайте разбираться. Первый вопрос, который у меня возникает. Запятнал ли себя Слепаков военными преступлениями? Или был ли он пособником таких преступлений? Ну, понятно, что нет. Сам, он, как, например, Пореченков, в руки оружия не брал. К войне, как, например, Охлобыстин, не призывал. Гойда! Гойда! На пропагандистских песнях карьеры не делал. Я русский! Я иду до конца! Хорошо. Значит, в войне и в призывах к ней Слепаков не замечен. А как насчет того, был ли он бенефициаром коррупционного режима, развязавшего войну? Тут, на первый взгляд, все сложнее. Семен Слепаков действительно получал по российским меркам очень высокие доходы от компаний, аффилированных с государством. Действительно, заигрывал с властью. Он харизматичный, он такой, ну, мужик настоящий. Не знаю, глупо как бы сидеть тут и хвалить Путина. Действительно, получал на корпоративах от сомнительных заказчиков деньги, нажитые, вероятно, коррупционным путем. Причем делал это в тот момент, когда протестующих против этой власти, против ее коррупции, лупили дубинками на митингах и паковали в автозаки. А потом еще и записывал критические и, что там говорить, глумливые стихи в адрес оппозиции. Да, выглядит так себе. Но давайте посмотрим с другой стороны. Семен Слепаков без всяких сомнений популярный и востребованный артист. Шоумен, телеведущий и так далее. У меня нет на руках рейтингов, но в двадцатку, наверное, он входит. Представим себе прекрасную, альтернативную Россию настоящего, в которой нет коррупции, а попадание на экран телеканалов определяется рейтингами, ну а гонорары рынком. Я на сто процентов уверен, что в такой ситуации артист формата Слепакова не проиграл бы в доходах. Это люди типа Тимченко, Ковальчука, Сечина, Чемизова зарабатывают лишь на близости к власти, а Слепаков эксплуатирует не государственные ресурсы, а свой собственный артистизм и чувство юмора. Я менеджер самого среднего звена, у меня есть дети, у меня есть жена, я работаю в компании связи интерком, и каждый понедельник я огурцом. Семен ничего не приобретает ни от несменяемости власти, ни от коррупции, ни от близости к вождю, а значит, не является бенефициаром режима. С этим разобрались. Но как быть с тем, что опомнился Слепаков действительно поздновато? Думаю, я имею право высказаться по этому вопросу. В 2003 году я обвинил окружение Путина и, на самом деле, его самого в коррупции. За этим последовал арест, отъем собственности и больше 10 лет тюрьмы. Для меня 25 октября 2003 года стало датой, после которой очевидно было, что этот режим коррупционный, авторитарный, репрессивный, и я с ним воюю. Но 99,9% в периоде населения продолжали жить своей жизнью, делать карьеру, делать бизнес, ходить в театры и кино, ездить в отпуск и так далее. Нет, сотни людей выходили к зданию суда, когда мне выносили неправосудные приговоры. Я искренне благодарен им за это. Тысячи сопереживали и следили за процессом. Десятки и сотни тысяч все поняли про режим. Но большинство-то жило обычной жизнью. Должен ли я предъявлять претензии и указывать на то, что вообще-то... Ребята, вы поздновато спохватились своими протестными настроениями? У каждого из нас есть своя дата. Своя точка осознания. Кто-то все понял в момент отставки генпрокурора Скуратова. Кто-то в момент начала Второй Чеченской войны. Кто-то после Курска. Она утонула. Для кого-то моментом переосмысления стал Беслан, война с Грузией, рокировка, болотное дело, Крым, малазийский Боинг, убийство Немцова, поправки в Конституцию, наконец, отравление и арест Навального. Перечислять можно долго. У всех есть даты и события, которые заставили переосмыслить происходящее в стране. И они будут разные. Это нормально. Это не повод выяснять, кто больше, а кто меньше оппозиционер. У кого больше, а у кого меньше моральной правоты. Самая важная дата, она одна. Это 24 февраля 2022 года. Вот здесь уже нет никаких компромиссов и не должно быть никаких разночтений. Поддерживаешь войну – враг. Выступаешь против – союзник. А если против войны выступает известный, популярный и талантливый человек, то он важный союзник. Его точно нельзя отталкивать. Ведь на стороне войны, к сожалению, селебритис и так хватает. Я всегда за свою армию. А не за чужую. Ты всегда за свою армию. А не за чужую. Я так много внимания уделил казусу Слепакова, потому что это очень яркий и показательный пример. На нем удобно рассмотреть и заострить проблему. Но вообще-то она намного шире. Вот как в целом следует демократическая позиция относиться к тем, кто сотрудничает с нынешним режимом? Нужно ли занимать непримиримую, бескомпромиссную позицию? Или стоит подходить к вопросу более рационально и дальновидно? На мой личный взгляд, ответ будет очевиден. Если целью оппозиции является отомстить за свои обиды тем, кто наслаждался жизнью, пока нас прессовали, то никаких перебежчиков. Если же цель – изменить страну в лучшую сторону, то о личных обидах стоит забыть и перестать выяснять, кто с какого года является членом ВКПБ. Сколько в России последовательных оппозиционеров? Миллион? Два? Пять? Ну, смотря с какой даты считать. Если с 25 октября 2003 года, то и миллиона не будет. Если, скажем, по праву к конституции, то пять – цифра возможная, хотя и, наверное, слишком оптимистичная. Ну, давайте, допустим, пять миллионов. А сколько нужно людей для управления современным государством размера с Россию и поддержания его функционирования? Я вот лично не уверен, что пяти миллионов хватит. А сколько из этой самой пятимиллионной оппозиции знают, например, как верстается и исполняется бюджет страны? Сколько могут и, главное, захотят заниматься тем, чтобы обеспечивать бесперебойную выплату пенсий? Министерства, ведомства, крупнейшие предприятия, банковская система страны – они ведь после смены власти должны как-то продолжать функционировать, а иначе вот эта самая прекрасная Россия будущего не просуществует и месяца. Откуда одномоментно взять сотни тысяч и миллионы квалифицированных бюрократов? Или, иначе говорят, то, что на Западе называется гражданская служба. Ну, может быть, кто-то и знает секретное место, откуда можно импортировать миллионы квалифицированных русскоговорящих бюрократов. Ну, вот я, например, нет. А значит, скорее всего, нам предстоит инкорпорировать в Новую Россию нынешнюю бюрократию. А как это делать, если мы не готовы принять даже Слепакова? А без нынешней бюрократии никак. Вот представьте себе простую ситуацию. Оппозиция победила, режим повержен. Нужно ли судить преступников из числа высших представителей власти? Из силовиков, прочих бенефициаров режима? Да, конечно. Не всех. Но большое количество. Хорошо. Путин, Шойгу, Пригожин, Лавров, Герасимов, Суровикин. Допустим, они будут выданы международному трибуналу. Но остальных-то надо как-то судить внутри страны. Причем настоящим, справедливым судом. С связательностью сторон, с процедурами, с правами. Причем судить, пока не прошли сроки давности. А теперь представьте, откуда можно взять достаточно судей на эти процессы, если не из действующего состава. Судья – это же не волонтер штаба с листовками. Его через YouTube не привлечешь. Это образование, это опыт, это процедуры. А ладно, вот процессы над коррупционерами, преступниками путинского режима, ну, на них, предположим, людей хватит. Но ведь текущую преступность тоже никто не отменял. А как быть? Это только один аспект. Даже не самый важный. Политологические исследования говорят нам о том, что наибольшая вероятность смены авторитарного режима имеется в случае раскола элит. Ведь мы хотим, чтобы власть перешла не к новому автократу, а к демократическим силам. Значит, мы должны быть готовы найти общий язык с той частью элит, которая выступает против нынешнего автократа. Мы должны будем пообещать этой элите место в России будущего. Иначе зачем им нам помогать? Но как убедить часть путинской элиты в необходимости перехода на сторону оппозиции, если оппозиция не может принять даже Слепакова? А я вас уверяю, что если раскол элиты и произойдет, то люди там будут в целом значительно менее симпатичные и гораздо более замазанные. Политика, особенно оппозиционная, особенно при таком репрессивном и авторитарном режиме, это не профессия, а образ жизни и экзистенальный выбор. Это много личного, это постоянный риск. И неудивительно, что мы воспринимаем противника как врага. Это объяснимо, это понятно. Но наши личные эмоции и обиды не должны перевешивать пользу для людей, для всей страны. Иначе чем мы будем отличаться от тех, кто уже сейчас предпочел личный интерес служения? Счастливо вам! Наша задача не просто поменять власть, а поменять ее в лучшую сторону.